Всем привет, меня зовут Иван Фомин, aka KamuiNah, и сегодня специально для канала CGSpeak я расскажу о том, как я рисую такие материалы, как металл и дерево, и немного о картах градиента. Сразу скажу, что я не претендую на какие-то агонимические знания, все это часть моих наблюдений и советов других художников. Главное в ЧБ вы не должны уходить за границы в 100% черный и 100% белый. Одна из главных особенностей металла это его высокая отражающая способность и контрастные тени и свет. Конечно, будь это чугун или хром, ЧБшки будут разные, но сегодня мы будем рисовать стандартное поюзанное железо. Так как я считаю, что все в этом мире должно быть покоцанным, то необходимо добавить разных сколов, вмятин, ржавчины и прочего всякого добра. Касательно сколов на металле делаются они достаточно просто. Главное помнить, что это часть рельефа и своего рода сечение. Такие вещи можно добавить буквально в 2-3 штриха, но они сильно оживят работу. Главное тут не борщить. Свет рисуем послойно, шаг за шагом. Представьте, что вы вылепливаете им форму, как бы нанося один слой за другим. Чем проработаннее у вас будет ЧБшка, тем меньше работы вам придется проделать на финальном рендере. И проще законченнее будет выглядеть работа уже при нанесении градиент-мапов. Теперь мы создаем группу и накидываем на это дело градиент-мапу. Клиппинг-маской привязываем ее к нашему бруску металла. Открываем панельку и тут у вас есть какие-то предустановленные мапы. Можете повыбирать, посмотреть. Но мы будем настраивать его под наши нужды. Подробнее вы можете про градиент-мапы посмотреть в стриме с Артуром Гимандиновым на канале CGSpeak. Убираем в цвет металла оттенок, который будет у нас основным. Допустим, это будет какой-то синеватый оттенок. Далее придадим тень. Такую слегка фиолетовую. Немножечко подтянем, сделаем чуть более насыщенным. Ну и здесь тоже немножечко насыщеннее голубой. Выберем светлую часть, не блик, а свет. Какой-нибудь такой вот теплого оттеночка. Ну и цвет блика. Делаем какой-то не белый, но близкий к этому. Президент градиент-мапа в том, что вы можете сохранить ее, нажать на нее, и она сохранится. Также вы можете насохранять себе целую библиотеку и экспериментировать с этим столько, сколько вам влезет. Но здесь есть один маленький нюанс. Для этого вам постоянно нужно сохранять одну цветовую гамму в вашем ЧБ. Для этого вам не придется в этом случае каждый раз создавать себе новые и новые градиент-мапы. Так же, если нам что-то нужно, мы скрываем градиент-мапу и редактируем нашу ЧБшечку. Нарисуем такой болтик. Далее мы сделаем его золотым. Золото имеет немножечко более бликующую поверхность, поэтому контрасты там будут сильнее, чем на обычном железе. Мы берем эту группу, дублируем клавиши Ctrl-J и берем золото. Не будем брать из тех, которые у меня уже есть, просто возьмем какую-нибудь желтую. И постараемся сделать из этого похожее, что-то похожее на золото. Может бесконечно со всем этим экспериментировать, это довольно весело. Создаем масочку на группе, заливаем ее черным и белым просто вырисовываем наш золотой болтик. Немножечко залезаем за края для того, чтобы сымитировать отражение от яркого болтика на довольно-таки тусклом железе. Далее я создаю резервную копию для себя, мало ли что. Копирую эти группы и сливаю все в одно. И далее мы начинаем просто банально рендерить. Переводим кисточку в режим Hard Light. Именно кисточку, а не стиль слоя. И добавляем на металл разного рода ржавчину, зелень и прочие атрибуты старого поюзанного металла. К Hard Light нужно привыкнуть, но с его помощью можно получить хороший насыщенный результат. Просто поэкспериментируйте. Также не нужно забывать про вмятину, про вмятины, потертости и прочие труднодоступные места. В них всегда скапливается грязь, которая остается там и становится той самой вековой. Ну и дальше рендерим до того уровня, который нам необходим. В конце даем на все это дело ColorDudge и получаем вот такой кусок железа. Большое спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Ведь именно по лайкам мы поймем, нравится вам новая рубрика или нет. Увидимся на следующем видео и не забудь подписаться! Пока! Подписывайтесь на наш канал! Спасибо за просмотр! Поехали!